Как замену протоколу TCP был предложен протокол SCTP. По идее он должен был устранить многие недостатки TCP. Но протокол-то существует, протокол очень хороший, имел шанс развернуться, когда был бум на передачу голоса по IP, но, к сожалению, шанс не был использован. В результате протокол есть, но используется крайне мало. Какие основные, интересные особенности данного протокола? Конечно, это совместимость. То есть мы можем подложить протокол SCTP вместо TCP под любое приложение, и приложение фактически не заметит то, что мы используем другой протокол. Ну, естественно, кроме тех приложений специфических, которые будут использовать какие-то внутренние особенности TCP. Какие-нибудь инженерные, административные приложения, анализаторы пакетов и так далее. Так же, как и с IPv6, как мы говорили, у нас не сложный заголовок с кучей опций, а набор под пакетов. То есть вот у нас основной заголовок, а дальше идут под пакеты. То есть как в IPv6, такая nested организация пакета. Очень удобно, она более расширяемая, чем ограниченное количество опциональных значений. Вот у нас очень простой заголовок SCTP. Все остальные функции у нас, которые есть в TCP, вынесены в дополнительные под пакеты. Ну, и вот тут введена проверочная метка, которая может использоваться как целый ротопароль для проверки сообщения. Ну, и вот под пакеты такие. Под пакеты, естественно, тип под пакета. То есть, что он делает, флаги некие, длина под пакета, сколько данных. И в данных идет необходимая информация, которая зависит от типа под пакета. Пакет выравнивается на 32 бита. То есть пакеты должны быть ровными, выровненные по границе. Если у нас не хватает данных, то добивается нулевыми битами. Это позволяет всегда иметь выровненные пакеты. Это удобнее для работы иметь выровненные пакеты, чем невыровненные. Расширяемая идеология данного протокола, то есть вот эти дополнительные заголовки позволяют без изменения самого протокола вводить новые какие-то функции к нему. И эти функции, даже мы можем не представлять сейчас какие, они легко должны были бы изменить функциональность протокола. То есть если бы такие вещи были у TCP, то мы бы плавно перешли на новые версии протокола TCP, используя вот такие вот расширения. Ну, как сейчас вот мы же можем использовать разные алгоритмы у TCP на работу со скользящим окном. При этом у разных операционных систем эти алгоритмы могут быть разные. Точно так же вот эта функция позволяет расширять STP. Значит, основная фишка этого протокола – это поддержка множественных адресов. То есть мы можем с каждой стороны установленного соединения иметь не один адрес, а несколько. Это называется ассоциация. На данный момент следует заметить, что ассоциация была введена для отказоустойчивости. То есть если, скажем, один адрес падает или меняется, то соединение остается. В принципе, вот эта идеология должна была каким-то образом снять проблемы для IP-версии 6 в мобильных сетях. То есть помните, что мы при переходе в другую сеть, переподключились мы на другую сеть, получили другой IP-адрес. Если мы добавляем этот новый IP-адрес в ассоциацию с STP, то для транспортного уровня у нас узел остается тем же самым. То есть вот таким образом мы должны были бы решить некие проблемы роуминга в сетях IP-версии 6. Впрочем, может быть, действительно, когда IP-версия 6, а я уверен, что он когда-нибудь заменит IP-версии 4, то тогда и STP заменит TCP. Ну раз менять что-то, то надо менять все. Но, к сожалению, не было заложено, скажем, балансировка нагрузки. То есть, когда у нас несколько адресов, мы можем балансировать нагрузку. Нет, этого в STP нету. Только отказывается от этого. То есть, в принципе, вот такие ассоциации с STP. Вот, собственно, основные ключевые функции пакета STP. То есть, мы можем группировать в один пакет несколько управляющих сообщений, сигнальных сообщений. То есть, они идут не каждый отдельным пакетом, а пачкой. Эффективность использования полосы пропускания. Значит, разбивка на несколько потоков и доставка сообщений внутри различных потоков. И контрольная сумма может использоваться для безопасности и защиты от атак. Мы, STP, можем, оно использует не только совместимые с TCP режимы доставки строго упорядоченные, но и частично упорядоченные, и вообще не упорядоченные данные. То есть, в данном случае, для передачи данных, которым не нужна упорядоченность, или данным, которые не нужно перестраивать, ну, скажем, голос, мы можем использовать STP. В принципе, STP предлагалась для передачи голоса по интернету. Значит, многодомность – это то, что у нас несколько адресов на одном конце. Для роуминга возможно использовать, для отказоустойчивости и так далее. Контроль перегрузки у нас, в принципе, такой же, как у TCP. Не очень хороший контроль перегрузки, но достаточно простой. Можно придумывать и более сложные механизмы, но они работают не всегда. А вот скользящее окно достаточно универсальное. Ну и STP, так же, как и IP-версия 6, следит за МТУ всего маршрута и может переразбивать пакеты под МТУ всего маршрута. Контроль работоспособности из-за дублирования адресов. Мы делаем роуминг. У нас на соединении остались старые адреса. Чтобы избавиться от них, мы можем контролировать, рабочий адрес или нет. Адрес не рабочий. Мы проверяем его. Если некоторое время он не отвечает, мы его скидываем. И борьба с ДОС-атаками – это разные внутренние механизмы. И один из основных механизмов борьбы с ДОС-атаками – это модифицированный хендшейк. Он становится четырёхэтапным, а не трёхэтапным, как у ТСП. Ну и главное в хендшейке то, что у нас состояние не резервируется на сервере, скажем, или на клиенте, а информация о состоянии передаётся в пакете. Как мы уже говорили про упорядоченность, у нас чётко разделена надёжная доставка, это упорядоченная доставка, а не смешано. Вот у нас, давайте, у нас ТСП, у нас всё вместе и соединение, и упорядоченность, и надёжность. У ДП нет соединения, нет упорядоченности, нет надёжности. Новые протоколы должны ввести некую гибкость, то есть мы тут можем задавать отдельную надёжность, отдельную упорядоченность. Мы дальше посмотрим протокол ДССП, это как дополнение к СТП, он у нас ненадёжный протокол, как замена УДП, тоже вводится определённая гибкость. Вот у нас Хэндшейк, Хэндшейк четырёхэтапный. Четырёхэтапный у нас Хэндшейк за счёт того, что мы куки используем, то есть некую информацию, и на сервере не резервируются ресурсы на то, чтобы удерживать соединение. Мы информацию о соединениях передаём вот в этом куке, в этой дополнительной информации в пакете. В результате, если соединение всё-таки установится, то мы всю информацию возьмём из пакета. Помните, что у нас в TCP СИН или ФИН ДОС АТАКО заключалось в том, что сервер резервировал под соединения определённые ресурсы. Вот, собственно, вот эти вот состояния куки и позволяют нам избежать, по крайней мере, вот этих ДОС АТАКО. Но это приводит к тому, что у нас Хэндшейк стал из трёхэтапного, четырёхэтапного. Соответственно, у нас более богатая информация передаётся при установлении Хэндшейка. То есть, не один IP-адрес, а ассоциация, то есть, всех адресов. Потом у нас с помощью уникального номера идентифицируется сессия. Вот этот случайный номер транспортной опоследовательности. Мы можем запросить несколько потоков, и сервер или клиент может в ответ сообщить, сколько потоков он может или согласен поддерживать. Ну, собственно, вот в этом и заключается четырёхэтапный Хэндшейк. Он, с одной стороны, как бы более длительный, с другой стороны, по структуре становится намного проще, чем Хэндшейк у TCP. И протокол DCCP – это протокол, заменяющий UDP. Чем он интересен? А интересен он тем, что он является уже настоящим транспортным протоколом, в отличие от UDP. Он устанавливает соединения, но при этом ничего не говорит о надёжности доставки. При использовании UDP мы не могли использовать инфраструктуру качества услуги. Ну, потому что датограммы приходят, откуда они пришли, куда идут – это вопрос. Как управлять ими – непонятно. В DCCP, поскольку устанавливается сессия, то мы в рамках этой сессии можем управлять качеством услуг. То есть это вот UDP на стероидах, UDP с управлением качеством услуг. И, естественно, для управления, поскольку у нас не является данный протокол надёжным, то есть нет никакого разговора о том, чтобы надёжно доставлялись пакеты. Соответственно, если пакеты пропадают, то данный факт не является управляющим для изменения параметров передачи. Изменение параметров передачи осуществляется с помощью механизма ECN явного уведомления о перегрузке канала. Клиент, маршрутизатор, ещё кто-нибудь, они передают сообщение источнику при потерях пакетов. Получив это сообщение, источник управляет передачей пакетов. Данный механизм, поскольку он явно сообщает о перегрузке каналов, более эффективен, чем ожидание потери пакетов. Ну вот, собственно, характеристики данного протокола. То есть это улучшение протокола UDP. К UDP добавлено установление сессии, но при этом сессия облегчённая без проверки доставки и без надёжности. То есть вот как у нас SCTP вводит разные градации на свои свойства, так и DCCP, это следующий протокол специализированный, тоже с градациями на свои свойства. А так, в принципе, по идеологии он совпадает с протоколом в SCTP. То есть как бы у нас пара была TCP-UDP, а сейчас пара SCTP и DCCP. Ну и предполагалось, что он будет использоваться для передачи видео по сети и телефонных звонков по сети. Ну, что у нас результате получилось, что голос по сети передаётся поверх UDP, и новые протоколы вводятся с таким же трудом, как и протоколы IP версии 6. Вот заголовок DCCP. Ну, как видите, он сложнее, чем заголовок UDP. Намного сложнее. Но, в принципе, он для того, чтобы удовлетворить все потребности протокола DCCP. Хендшейк, в принципе, точно такой же, как у SCTP. То есть, ещё раз, это просто протокол, который дополняет SCTP на ненадёжную передачу.